Друзья мои, самая главная новость на сегодняшний день это то, что я объявляю о завершении своей карьеры стендапера. Это означает, что с сегодняшнего дня больше я не буду снимать ни одного видео в том формате, в каком они выходили. То есть беру тему, разбираю, наковариваю свой комментарий, где-то шучу, где-то углубляюсь в серьезные, иногда в лирические вещи. Потому что, в общем-то, контент не кончается. Я бы даже сказала, он умножается. И на сегодняшний момент я уже сейчас снимаю приблизительно раза в 4 меньше, чем у меня есть в голове. Вот. И изначально вот этот канал был направлен на, ну, какое-то самовыражение, самораскрытие. Этой цели я добилась. Все, что можно было по теме рассказать, я рассказала. Делать какой-то пересказ, парафраз. В общем-то, не хочу, не буду. Буду искать новые формы самовыражения. Сегодня на моем канале сейчас идет вот тот богатый материал, который я наснимала по вашим вопросам. Это еще хватит как минимум на полтора года. Плюс будут выходить видео обзорные, видео те, которые вот прям наболели, не могу молчать, обязательно выскажусь. Такие видео тоже будут. Я никуда не деваюсь. Но можете больше не писать мне ваши вопросы. Видео на эту тему больше не будет. Новость вторая. Продолжается регистрация на мероприятие Ассоциации сексологов. Открытая лекция. Инфекции, придаваемой половым путем. Новый взгляд. Друзья мои, удобное время. В воскресенье 25 сентября в 11.30. Не рано утром, не поздно вечером. Пробок в этот день нет. У вас есть возможность посетить мое мероприятие, послушать лекцию, позадавать вопросы, попить кофе, пообщаться, сфотографироваться, взять у меня автограф. В общем-то, каким угодно образом получить доступ к моему комиссарскому телу. В общем, приходите. Нужно зарегистрироваться. Это обязательное условие. И затем я вас жду на мероприятии. А еще на канале Доктор Макарова идет видео стиле сексуального партнерства. На мой взгляд, очень интересное и очень актуальное видео для тех, кто считает, что у них партнерство успешное, бесконфликтное, они не ссорятся, вроде как договариваются. Ну, подумаешь, какие-то бывают сложности в отношениях, но они их успешно преодолевают. Посмотрите обязательно это видео. Вдруг вы узнаете себя и вдруг вы поймете, что все это время заметали мусор под ковер. Что-то осознайте и, возможно, оздоровите ваши отношения. А на канале Макарова Лайф идет видео о том, что один день кандеулезизма зиму кормит. Друзья мои, а вы слышали, что в отношениях между людьми бывает кандеулезизм? Вы хотите знать, что это такое? Это такая форма взаимоотношений, при которой вообще-то не буду говорить. Посмотрите видео и вы об этом узнаете. А на канале Макарова мама, ну, просто вот гремит видео разговор с детьми о сексе. Я поэкспериментировала, я собрала всех своих детей, как их нашла, это одна дочь и две племянницы, посадила их перед собой, включила камеру и попыталась с ними на камеру поговорить о сексе. Сразу скажу, что, ну, конечно, такой непринужденной беседы, какой-то такой, как вот у мамы с дочкой поплакали, обнялись, глазу на глаз не получилось. Может быть, это и не надо. Вот, дети у меня предподросткового и подросткового возраста кое-что уже знают, безусловно, смотрят мои видео, кое-что слышали. Вот, поэтому мой разговор упал не в целину, а в хорошо удобренную почву. Вот, но как модель, в каком вот аспекте построить эту беседу, про какие очень важные пункты поговорить, вы это можете использовать. Для чего я сделала это видео? Для того, чтобы дать всем вот этот отправной материал. Ты как же все-таки поговорить с девочкой о сексе? А, господи, я же видео снимаю. Извиняюсь. Так. В тему видео на канале Макарова мама один год на канале доктора Макарова тоже вышло видео разговора с девочкой о сексе. Друзья мои, я ни в коем случае не буду умалять важность и необходимость разговора с мальчиками о сексе, но, как показывает практика, девочки в этом плане могут больше пострадать, потому что у девочки риски, кроме инфекции перед вами по половым путем, еще и связаны с нежелательной беременностью. Поэтому, ну, как бы девочки в поле зрения у нас в первую очередь. Поэтому, пожалуйста, также обратите внимание на это видео, скомбинируйте собственный такой разговор и пообщайтесь с собственной дочкой. А два года назад на канале доктора Макарова вышло видео «Либидо понижено». Я приветствую всех компьютерных зрителей на моем видеоканале с вот таким интересным вопросом. Здравствуйте, я девушка 24 лет. Никогда не страдала излишней любвеобильностью, поэтому первые отношения и первый секс случились в 21 год. К сожалению, через пару месяцев отношения закончились. И после этого, вот уже три года, нет секса, и я его особо не хочу ни с кем. Никто меня в сексуальном плане не возбуждает. Так часто слышу от своих подруг, как они любят секс, им его постоянно не хватает. Я начала сомневаться, все ли у меня в порядке в организме. К сровому при половых актах ни разу я не испытывала оргазм. Нужно ли как-то лечить очень пониженное либидо или проблем в этой ситуации нет? Может мне таблетки какие-нибудь или гормоны принять? Буду очень благодарна, если получу ответ. Посмотрите, пожалуйста, историю о том, почему может быть повышена либидо, и мои комментарии. Ну и три года назад на канале доктора Макарова вышло видео обзорное о венерических болезнях. Что это такое, с чем их едят? Какие болезни относят к венерическим, какие не относят? Какие общие симптомы их объединяют? По каким признакам распознать у себя факт наличия или отсутствия венерической болезни? Когда забеспокоиться, когда идти врачу, каким взглядом воспринимать партнера в этой ситуации? Ну и не болейте и будьте счастливы. А теперь пока!